Играть любовь было несколько странно. Все достало, что они решили просто покончить жизнь самоубийством. Река, вода, ну и, конечно же, чайки кричат, ну и... Я пел живьем, прямой эфир, ничего вырезать нельзя. Река, вода, ну и, конечно же, чайки кричат, ну и корабли. Сегодня мы поговорим именно об этой песне. Эта песня первая, которая появилась в моем репертуаре, написана мной как автором, как автором музыки, слова Ирины Сикачевой. Песня появилась совершенно внезапно и, скорее всего, даже вопреки, потому что ей предшествовала одна история. И музыку я начал писать не сразу. Однажды я пришел к одному очень известному артисту в гости, чтобы записать с ним дуэт. У меня была заготовлена для этого специальная песня. Он послушал эту песню и сказал, знаешь что, петь дуэтом я с тобой не буду, потому что не получается у тебя писать песни, не получается у тебя писать музыку. И я пришел домой расстроенный такой, поэтому и написал, наверное, эту песню. Иногда нужно дать творческий пинок, нужно дать под зад, чтобы человек все-таки сделал то, что ему говорят, чтобы он никогда не делал. Так появилась песня «Корабли». Ну, я хочу сказать еще пару слов, конечно, о клипе, который был снят на эту песню. Клип был снят в Крыму, в Феодосии, в пригороде в 2011 году, в декабре. Это было достаточно холодное время. И я хочу сказать отдельное спасибо Игорю Гончаренко, продюсеру этого клипа, который участвовал в съемках и который нанял прекрасную команду для того, чтобы снять этот клип и клип, который сделал эту песню по-настоящему популярный. Снимали мы его в холодное время года. И прям есть момент, где из самолета, из кукурузника, осуществляется такой жесточайший пролет. Все трясется, но действительно это был ржавый самолет. Я думал, что оператор просто не доживет до конца съемок. Тем не менее, получилось очень эпично и хорошо. Ну и, конечно же, приходилось там подбухивать, потому что было реально очень холодно, и мы думали, что я умру. Ну, я так думал точно. Очень важной частью создания произведения, особенно эстрадного, в поп-музыке, да в любом стиле, в роке, в джазе, является ритм-секция. Что такое ритм-секция? Это то, что создает грув. Грув создают чаще всего два инструмента. Это барабан и бас-гитара. Или барабан и бас, если это контрабас, или просто синтетический бас, если мы говорим про какой-то электронный коллектив. Ну, в любом случае, это ударная секция и бас. И если барабан и бас звучат синхронно, тогда получается отличный грув. Но иногда попадаются такие музыканты, которые не могут сыграться, и они не попадают друг в друга. И об этом есть один анекдот. Однажды басист с барабанщиком не могли никак попасть друг в друга, все время играли криво, и их так все достало, что они решили просто покончить жизнь самоубийством. Залезли на крышу, говорит, ну, мы, дружище, с тобой не попадаем друг в друга, ну, ничего нам не остается, как только прыгнуть с этой крыши. И начали они считать, говорит, давай прыгать на счет три. Залезли они на крышу, стоят, так, раз, два, три, и прыгнули. И все равно приземлились вот так. Изначально слова были там совершенно другие. Были слова, корабли уходят в океан. Но поскольку океана в России нет, было решено найти какое-то универсальное понятие, что есть везде. А везде есть, конечно же, закат. Поэтому корабли уходят на закат. Знаете, была одна история очень неприятная, с этой песней связанная. Ну, иногда что-то происходит, оно должно произойти, должно случиться. Иногда оно происходит вопреки всему. Я приехал на гастроли в Казахстан, меня пригласили на одну известную программу, я там пел. И мне захотелось сделать какой-то реверанс, что ли, Казахстану, казахскому народу. Значит, и я на этом прямом эфире решил спеть о том, думаю, спою, что корабли уходят в Казахстан. Вот. И вот приходит это место, где можно это использовать. Я пел живьем, прямой эфир, ничего вырезать нельзя. И я думаю, сейчас, 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 значит, корабли уходят в Казахстан. И начинаю петь Казахстан. И понимаю, что уже нет пути назад, потому что просто Казахстан уходит на закат. Ну, это... И режиссер такой сидит, чувак, зачем ты это сделал? А я просто хотел искренне, ну, спеть про Казахстан и про корабли. Вот так получилось, так что ничего против Казахстана я не имею. Наоборот, мне очень нравится эта страна. Ну, вот так получилось, извините, пожалуйста. Какое-нибудь вступление придумаем, нормально. Ну, давай интереснее. После того, как сняли клип на песню «Пес бродячий», было очень много нареканий, разговоров, потому что актрисе было там 17 лет на момент съемок. Она была несовершеннолетней. Так вот, я всем любителям подобных тем хотел бы сказать, что актрисе, которая снимается в клипе «Корабли», на момент съемок было... Сколько? 14 лет. Все нормально. И играть любовь было несколько странно для меня. Но давайте вернемся к акустике. Мы решили не сильно перерабатывать эту песню, решили сыграть ее в традиционном ключе, просто полегче, с гитарками, с басом, акустически, чтобы вы смогли эту песню спеть вместе со мной, как на концерте. На расставание закроем глазам мы, но не закрыть души. В сердце моем будут новые раны, Времени не зажить. Может, прощаться уже слишком поздно, Истины не поймешь без меня. Сейчас ты уплывешь. Корабли уходят на закат. О, дай руки твоей коснуться, Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Силы во мне остается немного, Чтобы тебя держать. Слово одно, и молчать у порога, Что-то еще решать. Нам в темноте хватит света ночного, Губы ответ найдут, знаю я. Корабли уходят на закат, Дай руки твоей коснуться, Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Корабли уходят, чтоб вернуться. Корабли уходят, чтоб вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова